Монотонный стук колеса рельсы, светлый вагон за счет больших окон и забавный, но ставший привычным глазу контактный провод на крыше. Таким запоминается трамвай пассажирам, а вот для водителей все немного иначе. Они в кабине не расслабляются, всегда сосредоточены. В Нижнем Новгороде состоялись 16-е всероссийские соревнования, призванные определить лучшего водителя этого электрического вида транспорта. Практический этап состоялся на улице Рождественской. В столицу Приволжья приехали более 30 водителей из 25 городов России. Есть и представители принимающего города, которые заранее оценили локацию, выбранную для конкурса. Я думаю, очень замечательно. Во-первых, это историческая часть города. Во-вторых, однопутные движения. Здесь постарались, конечно, организаторы, предусмотрели все нюансы, перекрыто движение, соответственно. Поэтому я считаю, оптимальный вариант. Прежде чем переступить к испытаниям, всем участникам провели инструктаж на каждой точке. Если вы, допустим, набрали скорость менее 37 километров, соответственно, 2 балла не начисляется. Если вы проехали, то примерно 2 балла не начисляется. Водитель должен не только добраться из точки А в точку Б, но и сохранить при этом определенную скорость. Посередине трассы экстренно затормозить. Участники сказали, что в обычной рабочей жизни такие остановки приходится делать часто, потому что пешеходы нарушают и не пропускают трамвай. Они неожиданно на наших путях появляются и приходится нам применять экстренноторможение. Но при этом мы еще должны обеспечить безопасность своих пассажиров, которых мы перевозим. Вот этот момент, конечно, немножко усложняется. Но мы справляемся. В финале маршрута водитель должен остановиться в обозначенном месте, выбежать из кабины и нажать на кнопку. Была еще и теоретическая часть, которая позволила узнать, насколько хорошо водители знакомы с правилами дорожного движения и устройством трамвая. Часть конкурса провели на Нижегородской ярмарке. Один из интересных этапов, есть одно из интересных заданий, это культура обслуживания пассажиров. Мы считаем, что это тоже важное такое задание, которое, все же понимают, если ежедневно на трамваях перевозится около 4 миллионов пассажиров, и важно же, с каким настроением люди доедут на работу или вернутся домой. В общероссийском профсоюзе работников жизнеобеспеченные уверены, что такие конкурсы нужно проводить. Эти конкурсы позволяют, во-первых, людям понять, осознать, что будущее за экологически чистым городским электрическим транспортом, город должен принадлежать, прежде всего, людям, которые населяют. И то, что мировая тенденция вытеснения моторных машин на город электротранспорт абсолютно правильная. За первые три места предусмотрены денежные призы в размере 500 тысяч рублей, которые можно будет получить в день общественного транспорта. Важно отметить, что обычно такие конкурсы проводились в депо, но в столице при Волжье всем желающим продемонстрировали настоящую трамвайную битву. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова